Баревдзес Маркетологи, вебмастера, криптаны, прямые реклы и, конечно же, инфобизнесмены. А куда без них? Так, вроде анонс получился. Сегодня вас ждет не просто обзор, а ультимативный гайд, как стать успешным арбитражником. Как определить арбитражника по одежде, как работать с трендами и какими инструментами пользоваться. А теперь ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мы начинаем! Итак, успешный арбитражник выбирает успешную партнерку. Естественно, это Ван Вен. Вот, допустим, это конфа. Мы росли и вверх, и вширь. Теперь решили занять как можно больше места в длину. Такими темпами скоро для наших стендов понадобится трансфер. Неукрасимое движение вперед. Шпиль реальности, пронзающий прошлое, настоящее и будущее. Или просто самый длинный стенд на конференции. В тот случай, когда размер имеет значение. Леш, приветик! Привет! Расскажи, пожалуйста, как тебе конфа? Слушай, прекрасно все проходит. Прекрасная атмосфера, рабочее пространство. Все работаем. Мастеров с какого региона больше всего здесь? Все-таки конфа все-таки СНГшная. Ребят больше с ЦИСа. Большое количество. Но все-таки есть пару бурж, которые, в принципе, обсудили какие-то условия. Немного взяли контакты, поделились друг с другом. Обсудили. С каких стран? Был кто-то с Дубаев, был с Индией, ребята были, пару партнерок. По ощущениям, МАК вырос или испортился в сравнении с предыдущим разом? Слушай, в целом, наверное, остался на том же уровне. Я бы сказал, что немножечко поменять местечко было бы неплохо, потому что вроде бы автор пати, которая будет выглядеть место получше, чем здесь. Еще какие-то недостатки? В целом, нормально организовано, выглядит все круто, чуть душно, потому что нет никаких кондиционеров. Ты стоишь прямо с кондиционером. Ну, это наш кондиционер, а не МАКовский, поэтому надо думать. Мы все-таки заботимся друг о друге. Новости, новости, новости о ВанВиде. Пожалуйста, в студию. Ребята, вернули Аргентину, 100% надо запускать. Сейчас, думаю, что надо вернуть тот объем, который был. Гоу писать, все потестим заново, пересетнем. Валдежь, спасибо тебе большое. По сравнению с прошлым годом, МАК вырос, МАК изменился как-то? Ну, если сравнивать с тем, который был в 2021 году, то да, намного больше стендов стало. Твой любимый гео? Смотря что, по объемам это Индия, если по качеству, то РУ, а что мне и в целом и по качеству нравится, и по объемам, то это Азербайджан и Турция. Невероятно. То есть Турция топ гео 2024, можно так сказать? Наверное, все-таки это Индия, плюс, если у вас есть трафик по РУ, то мы его с удовольствием примем, потому что у нас, наверное, одна из самых сильных медиек в этом гео. А если просто хочется что-то потестить, залить, то я рекомендую, да, начать с Азербайджана, с Турции. А что можешь пожелать своим партнерам, всем нашим партнерам? Побольше качественного трафика, повыше ставки и лучше конверт. Но за лучшим конвертом вот только сюда. Во-вторых, вам нужен фирменный стиль. Вот, например, мы. В этот раз OneWin переплюнули сами себя. Мерч «Агонь» и с этим не поспоришь. Удобные брелки, чтобы хранить на них приятные мелочи, вроде электронного кошелька с криптой. А указав на эту кепку, вы точно дадите понять, в чем секрет вашего успеха. Свитшоты. Чтобы ваши коллеги точно понимали, что вы идете в ногу с трендами. На всех ваших колах будет только один вопрос. Где взять такой стаф? Естественно, хэбэшка, естественно, все дышит. Ну ладно мы, давайте спросим у экспертов. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. Хочешь такой мерч себе в коллекцию? Так становись нашим партнером. Это, пожалуй, самый малый бонус, что ты получишь, сотрудничая с нами. Возможно, вы удивитесь, но далеко не все арбитражники ходят в наши мерчи. Топа сразу видно в толпе. Посмотрим, хорошо ли участники конференции разбираются в их стиле. И у кого из СНГшных ребят самый фирменный стиль. Дорогая моя, мы тут смотрим, у кого из арбитражников самый узнаваемый стиль. И ты нам можешь помочь, как никто другой. Согласна? Ну я считаю, что он у всех примерно одинаковый. Сейчас об этом поговорим. У меня есть фотографии известных личностей из нашей индустрии, но есть загвоздка. Там заблюренны лица. И задача – нужно отгадать, что это за человек. Попробуем, давай. Так, ну этот человек любит играть в гольф. Любит играть в гольф. И стиль немножко old money. Но как будто бы не совсем свойственен для нашего арбитража. Есть идеи, догадки, кто это может быть? Алексеев? Бинго, да, зачет. Стандартный, да, Пак? Что у нас здесь? Ну да, да, да. Баленсиага, Вадим Кузнецов, нет? Лучше сразу же сдохнуть. Еще варианты? Ну тоже как будто бы лысый. Скажу, блондинчик. Блондинчик? Марлон? Нет. Нет, 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 нет. Все, это мы не засчитываем, не засчитываем. Идем дальше. Ну слава богу, нет Баленсиаги. Уже хорошо. У нас футболка живанши, у нас шортики и что у нас на ногах? Гуччи. А почему только мальчики? Что-то дефраминация такая. Прослеживаем стиль, мы ищем. Девочки всегда любят наряжаться по-разному, знаете ли. Не согласны со мной? Очень по-разному мы сегодня с тобой. Иногда мы в платьюшках, иногда мы на каблучках. Итак, кто это? Блин, я не знаю, честно. Могу дать подсказку. Давай. Живет в Испании. Есть семья. А-а-а. Да. Данил? Догоняем. Это нас догоняем. Так, этого тоже мы не засчитываем, получается. Идем дальше. Прямо в ходу давай. Ну кто это может? Ну кто это? Моргон. Ну кто же еще? Финал у нас легкий. Ну мне так кажется. Как будто бы слабоженка, но нет. Как будто бы не он. Не он. Рубашечка вот эта в клеточку не подсказывает, не наводит на мысли, кто это может быть? Любит еще человек носить повязочки на голове, рукав белый, высокий. Итак, кто это может быть? Панин? Пашка. Это Паша. Паша, прости. Угадано три человека из пяти. Но в принципе больше половины. Достойно, достойно. Достойно. Итак, и теперь вопросики лично к тебе. В каком бренде одежды ты готова ходить 2-4 на 7? Фу, наверное, это, как ни странно, Зара, потому что это на каждый день, на такой бейсик. Футболочки, джинсики. Луи Виттон редко, потому что чаще всего это какие-то кричащие принты и так далее. Это лого? Да, да, да. Лого для конфи самое то. Как бы в обычной жизни, когда ты ходишь в офис, как бы нет. Лора Пиана мне нравится. Шикарный выбор. Какой бренд одежды максимально отражает дух арбитражников? Луи Виттон. Что еще? Виттяга, Гуччи. Чем ярче, тем лучше. Кто самый стильный на этой конфе? Конечно же, ты. Моя, ты золотая. Слушай, а мне интересно, вот кто тебе нравится, кто вот как одевается? Одевается? Да, из арбитража. Из парней ты имеешь в виду. Ну, кстати, Слобоженко. По-разному, да. Ну, вот, например, Анджи Гейт, у него был классный лук, я считаю. Один из лучших. Еще. Алексеев. Оба. Оба Алексеев. Наверное, еще Дима Пунин. Девочки. Девочки. Ты. Я. Марго. Марго Янс, Джигейт, привет. Дорогая, не смейте ее задерживать, спасибо тебе большое. Рада была тебя видеть. Я вечно забываю вручать на камеру мерч. Я обычно это делаю потом, но... Это чтобы я побольше работала. Но я люблю кепки, будет моя любимая кепка теперь. А можно сделать заказ на джинсы? Спешл. Я поспрашиваю. Ой, слушай, это просто стиль. Это вау. Хэбэшечка. Да, да, да. Очень, очень, очень приятно. Будущее рядом. Банвин. Банвин. Партнерку выбрали и приоделись. Теперь настало время качать медийку. Как насчет премьеры фильма у вашей команды в настоящем кинотеатре? Еще и в стиле философского техно-триллера с элементами арбитража. Я там, кстати, тоже участвовала. Как вспомню, как жарко было в кожаном плаще, аж в дрожь бросая. Заинтриговала? Ждите полноценную премьеру на нашем ютуб-канале. А вот и они, наши звезды, без которых ничего не могло состояться. Позадаю вам немножечко вопросов. Ладно, начну с тебя. Что в твоем райдере? Безлимитное количество пиролей. Прекрасные собеседники. И отсутствие рядом близких людей. Какой бы голливудский актер смог бы сыграть себя? Кевин Спейси. Мэтч Макланых, я думаю. Боже, да. Так, Дань? Леонардо Ди Каппо. Леонардо Ди Каппо. Я в сердце мастер. Да, да, кстати, любого чувака. Не, мастер первоплощения, кто у нас это? Не надо. Не надо говорить такое? Игорь, есть идеи для продолжения фильма? Да, мы тут больше говорили о источнике инфлюенс-трафа. На самом деле мы обладаем вообще всеми источниками популярными. Мы много о чем можем рассказать. Недавно был кейс по той же Асошке. В той же тематике продолжаем? Асошка, по-моему, даже лучше подойдет тематику «Матрицы», чем инфлюенс. Шикарно. Можешь описать тремя словами то, что получилось? Да, получилось шикарно. Типа, мне очень зашло. Я не видел же твою часть, мы же не были на твоих съемках. Я тебе уже делал комплименты. Ты спросил, типа, как тебе моя роль? Ну, я смотрел. Мне очень зашло. Ну, типа, очень красивые сцены. Ты отыграл, я даже не думал, что ты так умеешь. Типа, очень классно. Поэтому получилось. Кайф, кайф. А ты хорош. Почему зрителям стоит посмотреть этот фильм? Потому что в рынке ничего подобного еще не было. У нас индустрия такая, что медийки все еще находятся в стадии двух стульев, что я дико ненавижу. И все, что хоть чуть-чуть разбавляется какими-то активностями, уже для меня прорыв. А то, что сделали вы, это еще новый левел. Дань, как ты готовился к съемкам? Меня привезли, притащили, заставили. Были какие-то сложности? Нет, не было сложности, потому что я в целом понимал, о чем говорил. Выключат меня. Моя работа и моя жизнь. Нет, там получилось круто. Буквально, что как-то с самого начала съемки никто это не обсуждал, но настроение задалось такое томное. Мы все там такие типа... Матрицы. Матрицы. И оно выдержалось, да, так и... Ну, выглядит круто. Поэтому доволен. Всем доволен, и мы им довольны. Вот мне интересно, кому бы вы из сферы сказали Станиславское «не верю»? Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Все, без слова. Провокационный вопрос. Мурату Хорошкину. Так. Короче, какая история? Надо понимать, что PR вообще у нас, он весь построен на чуточке лжи. Просто у кого-то этой лжи очень много. И мы, как люди, которые давно в индустрии, выкупаем это вот так на раз-два, на щелчок. Это может типа работать на каких-то... Соединяясь пиздюков, которые появились, и это-то не корректировано. Ну, мы сразу выкупаем вообще все, что криво лежит, типа. Вот так. Что ж, спасибо большое за ответы, ребят. А вот что ждет наших зрителей в Ютубе в ближайшее время. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. С чего началось «Моролерина Групп»? Есть кто-то особенный, так сказать, избранный? Да, не узнают, кто он. Каждый год появляются новые приколы и подводные камни. Есть ли принципы или правила, которых ты придерживаешься в работе? Соблюдать субординацию и не спасти со своими сотрудницами. Во сколько ты оценишь свою компанию? Ценой во всю свою жизнь. Готов ее продать? Ни в коем случае. Приходилось защищаться от поглощения компании. Итак, о вас уже узнали. Медиапространство кипит слухами о новом, силевом игроке, сотрудничающем с OneWin, что вот-вот готовится перевернуть рынок. Теперь необходимо прослыть своим, среди своих. О спеце говорят его инструменты. А если мы говорим об арбитраже, то это диджитал инструменты и различные гаджеты. Вопросы? Легче все будет понять в процессе. Соцсеть, в которой ты проводишь больше всего времени? Вконтакте. Ладно, все, я не буду говорить, давай по-другому. Итак? Телеграм. Айфон или андроид? Андроид. Неожиданно. Почему? Не знаю, потому что андроид более функциональный. Ну, на самом деле, нет, я вру, это айфон, конечно, потому что айфон чисто для жизни, для эстетики, а и андроид для всех остальных историй. Но без андроида жизнь тоже была бы невозможна. Хорошо, итак, давай, конечный ответ, что? Айфон. Что может случиться такого, чтобы ты поменял свой выбор на андроид? Не с той ноги встану. Не следует покупать макбук про, если ты? Если ты не арбитражник. Неплохо. Какая соцсеть тебе больше всего помогает в работе? Телеграм. Почему? Ну, потому что все эти диалоги происходят в Телеграме, сейчас в Телеграме. Инстаграм, как бы ни казалось, что прикольно качать медику в Инстаграме, сильно мне что-то он не дает каких-то интересов. Не, ну, кроме какого-то тщеславия, что мне кто-то лайкает, что-то пишет. Что ты никогда не доверишь ни одной нейросети? Принятие решения о выплатах. Лучший софт для арбитражника это? Гитара. Ты чувствуешь себя голым, когда выходишь дома без чего? Футболки. Футболки в твоем случае. Не, как видишь, я себя комфортно чувствую, когда так выхожу. Я чувствую себя голым, наверное, когда я выхожу без телефона, без наушников. Ну, банально. Но когда без одежды тоже. Часто так делаешь. С какой ноги, смотри, я встану. Тебе нужен VPN, чтобы? Сидеть в Инстаграме. Если твой iCloud взломают, насколько сильно это ударит по твоей репутации? Абсолютно. Все равно, мне кажется, оно прокачает мою репутацию. Мне стало интересно, что ты там хранишь. Все то, о чем, зачем был задан этот вопрос. Самый удобный голосовой помощник это? Я сейчас скажу Алиса, просто это слишком по-русски будет. Есть еще что, Siri? Нет, кроме Алисы. Ну, Siri, голосовой помощник. Нет, самый удобный голосовой помощник, наверное, мама или девушка. Очень хороший ответ. Так, последний гаджет, покупка которого от тебя разочаровала? Apple Watch. Почему? Что случилось с ними? Потому что они бесполезны для меня, как для юзера. Никакого не дало мне более, не знаю, удобной жизни. А второй, что самое бесполезное, это, наверное, освежитель воздуха, который купил домой. Я думал, что он поможет увлажнять воздух, но ничего не изменилось. Хорошо, давай о глобальном поговорим. А чем ты сейчас занимаешься? Где твой главный фокус? В медиабаинге. Ну, инфлюенс, медиабаинг, главный фокус второстепенно, нутра, тридцестепенно, разработка приложений. План на этот год? Выйти в очень хорошие объемы по Асошке. Я желаю тебе только удачи. Спасибо, будем стараться, если сторона нас не забанит. Тебе спасибо за ответы. Конференция идет полным ходом. Пусть меня нет в списках спикеров, организаторов на заметку, но поделюсь одной вещью. В мире арбитража есть веское правило. Нельзя делать как все. Точнее, можно, но не совсем. Ты никогда не добьешься ничего великого, если будешь копировать то, что делают остальные. Как насчет немного развить креативное мышление? Мы поиграем в «Назови то, что не назову я». Правила простые. Я задаю вопрос, и насчет три мы говорим свои варианты ответа. Если ответ совпадает, ты проиграл. Если нет, получаешь наш топовый клевый мерч. Договорились? Итак, первый вопрос. Лучший подарок для арбитражника? Раз, два, три. Мерч. Ламба. Хорошо, идем. Так, дальше. Что делать во время шторма на Фейсбук? Раз, два, три. Ничего. Ничего. Окей, отлично. Что самое приятное в арбитраже трафика? Раз, два, три. Кремль. Самая перспективная гео 2024-го? Раз, два, три. Турция. Главный страх арбитражника? Раз, два, три. Блокировки. Это вам. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Вопрос, который задает себе каждый вебмастер. Как распределить свои ресурсы во время кампании? Конечно, если у вас на счету завалялось лишняя сотня биткоинов, то к вам это не относится. Нельзя сделать все и сразу, особенно если у вас небольшая команда. Вадим, надеюсь, ты сможешь нам помочь. Сто процентов. Твоя задача расставить топ от одного до пяти, варианты ответа, которые я тебе сейчас озвучу. Давай. Загвоздка в том, что ты не будешь знать, что будет следующим вариантом. Давай. Топ от одного до пяти, на что бы ты потратил больше всего ресурсов и времени в рамках одной рекламной кампании из следующих вариантов. Итак, выбор оффера. Ставим на какое место? Второе. Так, хорошо. Запоминаем. Рекламный креатив? Первое. Хорошо. Предварительный залив? Третье. Настройка таргета? О, пятое. Подбор партнерки? Четвертое. Ты доволен? Как ты расставил? Почти. Ну, самое главное, креатив, оффер, конечно. То есть, запомнили, да? Настраиваемся на то, что первым должно стоять. Да. Креатив. А на пятом месте, на последнем. Ты поставил таргет на последнее место. Вы можете ориентироваться, но помните, что это было в рамках интерактива на конфет. Владимир, спасибо тебе большое. Продолжаем раскручивать ваш личный бренд. Чтобы добиться хайпа, необходимо хайповое окружение. Но как понять, кто из арбитражников настоящий король или королева хайпа? Обычным топом здесь не обойдешься. Так что у нас будет не просто топ, а самый настоящий топ из топов. Галя. Срочно нужна твоя помощь. Без проблем, Эля, тебе все что угодно. Спасибо, дорогая. В общем, мы тут составляем топ из топов. Или кому нужно попасть в Винст, где нужно засветиться, чтобы быть на хайпе. Есть топы арбитража, их нужно расставить от первого до шестого места. Гоу. Хорошо, погнали. Итак, Лола Элевен. Куда мы ее ставим? Напоминаю, первое, что место. Пока третье, потому что у Лолы не очень много подписчиков пока что. Только исключительно из-за этого. Артем Прокофьев. Четвертое. У него нет такого суперэкспрессивного контента, который характерен для Инстаграма. Но при этом у него достаточное количество подписчиков. Я считаю, что там засветиться неплохо. И у него хороший нетворкинг, окружение, да, то есть, вот. Галя Сешница. Эль, честно, я в Инстаграме просто, ну, это личный аккаунт. У меня светиться бесполезно, понимаешь, потому что можешь меня не отмечать. А никогда не думала про раскручивание медийки? Именно в Инстаграме, наверное, нет все-таки. Потому что нужно работать с визуализацией, с визуальным контентом. Я не очень это люблю, поэтому я использую телеграм-канал Сеошница. Знаем, такой подписанный. Подожди, мы так и не решили, куда мы тебя ставим? Меня, наверное, в самый конец. То есть, шестое место? Да, положа руку на сердце и буду честна сама с собой, со всеми. Шестое место. У меня совершенно не прокачан Инстаграм. Справедливо, да? Получается хорошо. Саша Слобоженко? Первое место, потому что Саша очень медийный, он над этим работает. У него просто великолепный контент, офигительный. Да, и у него очень качественное окружение и аудитория, поэтому если засветиться в его Инстаграме, там сразу будет взрыв подписчиков. Я думаю, что это очень профитная история. Следующая личность у нас Марлон. Мне очень нравится, как Влад ведет свой Инстаграм, его подписи. Немножко с сарказмом, немножко с такой дерзотой. Но, в общем, мне нравится. Редко, но метко. Я думаю, что поставлю его... У нас на третьем месте кто-то есть уже? У нас на третьем Лола. У нас свободное второе и пятое, получается. Пятое? Ну, я Влада не могу поставить на второе. Я не помню, сколько у него подписчиков, если честно. У него 100% качественная аудитория. По-моему, у него закрытый Инстаграм. И... А, по-моему, нет. Нет? У него что-то был закрытый. Возможно, он меняет что-то настроение. Знаешь, что-то в жизни меняется, закрываю. Влад, прости, но у нас осталось два места. Я не могу тебя поставить на второе. Я поставлю тебя на пятое. Итак... Бизи-тайп Инстаграм, да? Изменилась себя, да? Да, да. Повестка изменилась. И в целом мне очень нравятся его посты в последнее время. Они такие серьезные. То есть, ну, немножко видно, что... Он думает, что выкладывает, а не просто там все подряд. Хорошо. А теперь, зная всех персонажей, как бы ты их расставила? В таком же порядке? Напомню. Лола Элевен, Артем Прокофьев, ты, Саша Слобоженко, Марлон и Егорь Алексеев. Возможно, Марлона и Лолу я бы поменяла местами. Потому что у Марлона все равно, мне кажется, на данный момент больше подписчиков. И больше именно было бы профита с этих подписчиков, чем у Лолы. Поэтому, я думаю, поменяла бы их местами все-таки. Спасибо большое. Теперь мы знаем, что, чтобы быть у всех на виду, нужно попасть в Инстаграм Саша Слобоженко и не попадать в Инстаграм Ганни. Я думаю, да, абсолютно верно. И я думаю, что это не было ни для кого секретом. Потому что хочу тебе вручить наш подарок. Серьезно? Да, у нас разработан новый мерч для наших родных, любимых друзей. Дарим тебе от всего сердца. Каждый ваш подарок – это шедевр. Поэтому спасибо тебе большое, дорогая. Всем другим участникам спасибо за то, что вы есть. Скачайте свои Инстаграмы. Галь, тебе спасибо большое. Ты дала нам понимание, разобрали мы все. Двигаемся дальше. Еще одно правило. Вам не нужны инсайды, если вы думаете как инсайдер. В этом вам могут помочь наш проект ЧСВ, что можно считать настоящим срезом из успешных представителей сообщества. Гениальная цитата рождается не только в фильмах, но и в наших выпусках ЧСВ. Смотри, у меня собраны цитаты арбитражников с выпусков ЧСВ. И стоит задача перед тобой – угадать, кому принадлежит цитата. Или, если ты знаешь, ответить, правильный ответ выбрать. Хорошо, попробуем. Итак, я сначала задаю вопрос, потом цитату, и потом даю тебе варианты ответа. Договорились? Последняя покупка, что тебя разочаровала. Цитата – обучение от Глеба Глада. Варианты ответа. Кто это мог сказать? Марлон, Панин, Мануйлов, Глеб Глад. Я думаю, Панин. Он вечно покупает всякие обучения. И самое важное, не сказала. Если ты угадаешь всех, ответишь на все правильно, мы тебе дадим наш топовый мерч. Вот, но, к сожалению, ты уже ответил неправильно. А, блин. Так, ну, возможно, ты застенешься. Тогда я буду стараться. Давай, следующая. Кто победит? Одна горилла или 100 хасбиков? Цитата. Я думаю, что одна горилла раскидает 100 хасбиков при всей моей любви к хасбикам, потому что горилла – единый организм, хорошо организованный. Варианты. Прокофьев, Кромовиков, Алексеев, Хасбик. Я думаю, Алексеев. Как думаешь ты, правильно? Судя по тому, как ты улыбаешься, нет. Давай еще один, наш шанс дай. Второй. Он самый. Мы друг друга поняли. Это какой-то не очень корректный вопрос. Каждому ли в сфере необходима ламба? Цитата. Ламба в сфере должна быть только у Саши Слобоженко. Варианты ответа. 100 барней. Саша Слобоженко, Кузьминский, Мануилов. 100 барней. Верно. Откуда знаешь? Ну, я смотрел вообще ваши выпуски, просто иногда цитаты не запоминаются. Хорошо. Двигаемся дальше. Вопрос. Если хочешь приключений, то иди... Цитата. То сними машину в аренду в аэропорту, поезжай на набережную и оставь сумку на сидении. Варианты ответа. Нурлыханов, Кузьмичева, Догоняев, Павлович. Я думаю, что... Может быть, Догоняев? Бинго. Да, да. Правильный ответ. Двигаемся дальше. Вопрос. Шпиц для парня нормальная собака? Цитата. Шпиц ненормальная собака для парня, но для мужчины самое то. Варианты ответа. Габитов, Масанкин, Муратов, Алексеев. Может, Алексеев, но просто чтобы, так сказать... Чем чаще будут говорить имена, тем больше... Как думаешь, у него есть домашнее животное? Я, честно говоря, дома у него не был, но думаю, что нет. Может, у него девушки есть, я не знаю. Возможно, вполне возможно. Так происходит все. А мы, Масанкин, все это принимаем и говорим, да, это мужская тема. Ну, вот такая вот ваша судьба. Ты угадал правильно. Да. Потому что шпиц у него действительно есть, и он сказал, это была его фраза. Что, давай посчитаем, сколько ты ответил правильно? Все, кроме первого. Я тебе еще дала вторую фору. Хорошо, давай я тебя засейвлю и таки принесу тебе наш мерч. Это будет очень круто. Тебе спасибо большое за участие. Вы делаете что-то не так, если говорите или слышите такие фразы, особенно без иронии. У меня есть фраза для тебя, которую нужно сказать без сарказма. Вот постарайся по максимуму. Ну, давай, ладно, хорошо, попробуем. Дедлайн еще вчера. Дедлайн еще вчера. Коллеги, у вас самих это откликается? Коллеги, у вас самих это откликается? Может, ты не в ресурсе? Может, ты не в ресурсе? Твое мнение очень важно. Твое мнение очень важно. О, нифига. Хорошо получилось. Я связку нашел. Ей 2 года. Рабочая. Я связку нашел. Ей 2 года. Она рабочая. Ты просто гений. Ты просто гений. Спасибо, я бы не догадалась. Спасибо, я бы не догадалась. Как интересно. Продолжай. Как интересно. Продолжай. Да, это именно то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Ты всегда прав. Берите ее в жены просто. Я готовлюсь, понимаешь, уже? Вау, до этого было так трудно догадаться. Вау, до этого так трудно было догадаться. Как оригинально? Я не могу, это такие фразы, от которых всегда хочется угорать, я не могу сказать серьезно. В этом-то и прикол. Как оригинально? Есть у тебя какая-то твоя фирменная фраза, которой ты пользуешься вот прям постоянно? Да не знаю, мне все остается фразой «чина засюда», но я не знаю, насколько эта фраза рабочая, насколько эта фраза активная, но я всегда говорю фразу «чина засюда». Прошу. Что, это новый мерч? Да, именно он. Спасибо, Элья, и так work hard каждый день, конечно. Work hard, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ой, беленькая. А я нашла черную. У меня теперь есть черная и белая. Ну и последний совет на сегодня. Настоящий арбитражник не боится попасть в тренд, каким бы странным он ни казался. Это оно, это оно! Спасибо большое, коллега. Надеюсь, Рилс выйдет клевым. А если у вас еще остались вопросы, как добиться успеха мира арбитража, можете писать их в комментарии, мы с радостью на них ответим. Это был Мак Ереван, с вами была Эля. Увидимся на OneWin. Как оригинально? Как оригинально? Блин. Давай. Давай еще раз. Давай, давай, сейчас. Как оригин... Не, не могу, все, проехали. Давай, давай, давай. Как оригинально? Как оригинально? Нет, все равно сарказм, твою мать. Стоп.